Где искать идею? Все, что вижу, слышу, знаю. Превращу в платье. Кристиан Диор. А вы давно были на природе? Были в лесу или в парке? Какие получили впечатления? Ведь в природе практически все краски и цвета яркие, четкие и сочетаются между собой во всевозможных вариантах. В ней хранятся сюжеты картин написанных и пока витающих в воздухе в виде идей, фотографий. И просто идеи для творчества и рукоделия, нужно уметь их заметить и запомнить. А лучше записать, иначе не вспомнить их, что вообще идея была. Природа – мощный источник силы и вдохновения. У нее ищут вдохновение многие. Она может давать силу, поднимать энергетику, очищать мозг от всего лишнего. Источников вдохновения много, даже можно сказать бесчисленное множество, для Айвазовского это море. Для поленого лес, а для кого-то танец. Пение птиц. Цветы. Полет бабочки. Прочитанная статья или книга. Творчество других людей. Путешествия. Дети. Хорошая пьеса. Успешные люди. И многое другое. В каждом листочке, цветке или изгибе дерева хранится почти готовый сюжет. Замечали ли вы, что в небесно-голубой незабудке в центре цветка таится желтая звездочка? А какой цветок у липпы? В какой узор сплетаются прожилки? Практически так же часто, как и любовь. В литературе в качестве источника вдохновения называют природу. Своей красотой и глубиной она вдохновляет известных деятелей культуры на творчество. А многие из них даже делают ее центральной темой своих произведений. Вы, наверное, тоже замечали по себя, сидишь в душном городе, вертишься в своих обычных делах. Устаешь и все начинает казаться серым, но стоит на пару дней съездить за город на природу. И вы будто бы рождаете впечатлений может быть все что угодно, путешествия, знакомство с новыми людьми или новый маршрут по дороге на работу. Главное, это быть внимательной и открытой новому опыту, обращая внимание на все происходящее с вами. И в заключение можно сказать о самом главном источнике вдохновения, о жизни. Все остальное, просто ерунда по сравнению с этим источником, ведь ни одна книга, ни одна картина, ни одна песня и ни одно стихотворение не смогут воплотить в себе. Все это многообразие красок и ситуаций, которые возможно в жизни. Именно поэтому самый главный ответ на вопрос о том, как найти источник вдохновения, это жить. Жить здесь и сейчас, переживать все встречающиеся на вашем пути жизненные ситуации, открываться новым. Может быть, что-то подсмотренное в природе даст вам идею, как украсить майку цветами.